10 августа 2023 года обычная тренировка мадридского Реала закончилась трагически. Вратарь Тибо Куртуа рухнул на газон и уже не смог встать. Понадобились носилки. Тибо покидал поле в слезах. Первичный осмотр подтвердил худшие опасения. Разрыв крестообразной связки левого колена. В тот момент я кайфовал на экскурсии на стадию Олимпика, и тут на мой телефон полетели уведомления от всех мадридских телеграм-каналов. Каждый болельщик Мадрида был ошеломлен. Тибо Куртуа сломался на пике карьеры. Когда я записываю это видео, Куртуа восстанавливается от тяжеленной травмы. Неизвестно, сможет ли он выйти на прежний уровень, но за его спиной уже есть невероятные достижения. Он становился лучшим вратарем чемпионата мира и фактически в одиночку вытащил финал Лиги Чемпионов для Реала. При этом Тибо остается противоречивым и для кого-то откровенно мерзким человеком. Сегодня мы разбираем путь Тибо Куртуа. Меня зовут Павел Городницкий. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте изумрудный лайк и поехали! Тибо Куртуа Тибо родился в семье полупрофессиональных волейболистов и до 12 лет тоже перебрасывал мячик через сетку. Причем ему реально нравилось, ему это заходило. Он развивал атлетичность, реакцию, прыгучесть. Но футбол ему заходил все-таки сильнее. Он начинал левым защитником, а потом плавно-плавно переместился в ворота и там по-настоящему закайфовал. Более того, он в середине нулевых уже вместе с корешем завел YouTube канал и там были такие прадедушки нынешних челленджей. Там сейчас 107 подписчиков, 17 видео, канал не развивается. Много-много лет там ничего не выходит. Качество, естественно, шакальное, но романтика в этом есть. Правда, сейчас Тибо Куртуа предпочитает Twitch. Последнее видео на YouTube канале Куртуа вышло около 15 лет назад, незадолго до дебюта за Генг. Причем там была курьезнейшая ситуация. Представьте, Тибо 16 лет. Номинального до сезона он шестой кипер в Генге. То есть глубокий-глубокий резервист. Дальше. Двух фратарей продали. Один получил дисквалификацию. Еще два сломались. Короче, все подумали, что надо идти не на поле, а, например, на колоноскопию. Резко свалили, и Тибо остался единственным. Позвонили его отцу, сказали, Слушай, ну тебя тинейджер, надо спросить твое разрешение. Он вообще готов, он сможет. А отец в этот момент наблюдал, как Тибо прыгал, причем с энтузиазмом, на соседском батуте. И батя такой, ну, конечно, он выйдет, сыграет, но надо ему сейчас сказать, чтобы он был поосторожнее. В итоге Тибо все-таки вышел. Четыре удара в створ. Два пропущенных, но 90 минут на высшем уровне. Можно уже собой гордиться. Правда, после этого Куртуа плотненько прилип к лавке, но ему в Генге говорили, Мы за тобой следим, мы в тебя верим. Мы провели исследование, и наш прогноз таков. Ты вымахаешь до 202 сантиметров. Вот в 16 лет Тибо был уже 195 сантиметров, и должен был еще 7 добавить. Добавил 5, 2 метра, все равно неплохец. Теперь представьте, тот самый эпический выход на поле был в сезоне 0.8-0.9, а сезон 0.9-10 очень амбициозный, очень заряженный. Куртуа провел целиком на лавке. Вот просто сидел, 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 и не вылезал вообще. А дальше Франк Веркаутерен, заслуженный тренер крыльев советов, почему-то поверил в этого щегла, и решил, что вот в сезоне 10-11 именно Куртуа будет основным. И статистика получилась потрясающей, потому что 44 матча, из них 14 на 0, да, 47 пропущенных, то есть пропущенных больше, чем игр, но все равно в том сезоне, в мае 11-го года, именно молодого 19-летнего Куртуа признали лучшим кипером чемпионата Бельгии. Логично, что уже в начале 10-х про длинновязого бельгийца знали очень многие скауты европейских клубов, особенно средних клубов, потому что там какая задача? Купить, засветить, продать задорого. И, например, селекционеры Хофенхайма в 10-м году приезжали, изучали Тибо Куртуа, сравнивали его с Куном Кастелсом, хотели взять Куртуа, но родители были против. Почему они были против? Потому что, как говорил классик, Тибо отставал по учебе сильно даже в первом В. Первая тема его сочинения, ну, если серьезно, он просто действительно мог остаться на второй год в школе, и поэтому мама и папа сказали, не-не-не, Тибо, ты должен остаться, ты должен хоть какие-нибудь знания впитать, давай-ка еще годик ты поиграешь в Бельгии. И вот как раз вот он год этот провел в бельгийском чемпионате и стал лучшим вратарем лиги. Ну, а дальше удерживать Тибо было вообще бесполезно, потому что в июле 11-го года пришел Челси. И когда приходит Челси, ему обычно не отказывают. Да, в Генке говорили, Тибо, ну, пожалуйста, еще годик, ну, может быть, тебе рано, ну, давай ты окрепнешь. Он все отметал, и когда Генка конкретно заговнился и начал говорить, нет, мы тебя не отпустим, Тибо начал бойкотировать тренировки. Например, игнорировал тренера, того самого Франка Веркаутера, ну, просто как будто его не существует. Проходил мимо, никому не жал руки, всем своим видом показывал, продайте меня нахрен, наконец-то. Возможно, это единственный шанс, и потом уже его не будет. Короче, выбил он продажу все-таки в Челси за 7 миллионов. Но вот что интересно, тот самый Франк вообще не в обиде на Куртуа, вот что он сказал. У него были амбиции, и он отлично понимал, чего хочет от жизни. Он спокойный парень и продумывал свое решение. Хочу говорить о нем только хорошее. Правда, выполнив миссию, оказавшись в Лондоне, Тибо Куртуа увидел кого? Петра Чеха. Вот это сенсация, и сразу понял, что играть он там не будет. И Челси отправил Тибо в аренду в Атлетико. Причем Атлетико изначально с Челси соперничал за Куртуа, чтобы его подписать полноценно. Но он оказался в аренде тоже неплохо. Просто представьте, какой стремительный взлет получился у Куртуа. Восьмой год. Он радуется, что ему дали хотя бы 90 минут. Девятый год. Он плотно сидит. Потом всего лишь один сезон на высшем уровне, и то, какой уровень. Чемпионат Бельгии. Ну, не бог весь что. И сразу после этого он переезжает на Висенте Кальдерон. А там уже в ноябре 11-го года у него дерби против Реала. И в этом дерби Куртуа очень нервничает. Он там забил Карима Бензима, увидел перед собой красную карточку. Его иногда прибивали в испанских медиа, но не жестко. Достаточно терпимо, толерантно относились к его косякам. Верили, что что-нибудь из этого парня все-таки получится. Конечно, больше всех Куртуа верил Челла Симеона, который не стал смотреть в паспорт и думать, ой, ему бы еще обрасти мясо, набраться опыта. Я его буду выпускать только в Кубке. Нет. Тибо сразу стал первым номером и начал тащить. И у него в трех сезонах за Атлетико больше трех тысяч минут в каждом. Это такой гроссмейстерский показатель. Причем за эти три сезона он выиграл Лигу Европы, Суперкубок Уефа, там размазали Челлся, как масло по бутерброду, Кубок Испании и Ла Лигу. Все, короче, кроме Лиги Чемпионов. Более того, в 2014 году Атлетико мог щелкнуть по носу вообще всех врагов. В чемпионате обогнали Барселону. Да, в очном матче, во втором круге было очень спорное судейское решение, скорее всего, неправильное. Но, извините, есть результат. Атлетико чемпион, Барселона не чемпион. Атлетико впервые за долгие-долгие годы взял золотые медали. Это было гиперпочетно и сенсационно. В Лиге Чемпионов в полуфинале выдворили Челси. Причем Мауринио тогда руководил Челси, и он настаивал, чтобы Куртуа не играл. Он прямо говорил, «Я хочу помогать своей команде, я хочу играть в полуфинале Лиги Чемпионов». Мауринио дико злился. И тут всплыл пункт, что если Атлетико хочет, чтобы Тибо сыграл против Челси, надо перевести в Лондон 3 миллиона евро. Атлетико обратился в Уэфа с вопросом, «А что это за херня какая-то? Это ненормально, это надо убирать. У нас нет 3 миллионов». И в Уэфа ответил, «Да, это неправомерный пункт». Куртуа может играть. Мауринио дико злился в раздевалке, уверенного юношу. Но извините, Куртуа очень многое тащил. Атлетико в финале, Челси вылетел. Причем Мауринио там перед матчем не заметил Куртуа, не обнял его. И в приватных разговорах, и на пресс-конференциях тоже говорил, «Вратарь Атлетико не называл имя Куртуа, чтобы продемонстрировать свое презрение». В общем, набрали 2 фрага из 3, но в финале Лиги Чемпионов Атлетико поджидал Реал. Было очень близко к триумфу, очень близко к Кубку Чемпионов. Бойл забил победный, потом Марселло прошил Куртуа и там явная ошибка Тибо. Ну а дальше Криштиану довершил разгром, так и не покорилась Лига Чемпионов. А так сезон мог бы стать лучшим в истории Атлетико и уже в 22 года Куртуа бы добился футболе всего, но пришлось подождать. Переходим к одной любопытной теме. Примерно в те годы, когда Куртуа как раз феерил за Атлетико, я начинал писать тексты на Евроспорт и переводил много западных медиа, чтобы какие-то темы отправить редакторам. И всегда поражался, что Куртуа, играя за Атлетико, не скрывал, что когда-нибудь хочет порубиться и за Мадридский Реал. И почему так получилось? Почему настолько дерзко в этом признавался? Потому что его кумир детства Икер Кассилис. Более того, в 10 лет Тибо получил реликвию свитер Кассилиса с матча Реал Андерлехт в Лиге Чемпионов. И конечно, этот свитер висел на самом видном месте. И позже Куртуа сам объяснял, почему его так вдохновлял Икер. Больше всего меня поражало, как Икер выдерживал давление в 18 лет. Я дебютировал за Генг в 16, а за Атлетико в 19. И я всегда стремился к такому же хладнокровию. Помимо хладнокровия, Тибо еще и прокачивал бесстрашие, потому что для болельщиков Атлетико, естественно, Икер Кассилис не был никаким кумиром, но они уважали выбор Куртуа, потому что он выкладывался за Атлетико на миллион процентов. И я представляю, как ему было потом приятно, когда Сантьяго Канесарос, очень авторитетный вратарь, сравнил Кассилиса и Куртуа по всем показателям и сделал вывод, что Тибо все-таки посильнее. Я скажу так, я не застал молодого, раннего Кассилиса, поэтому мое мнение нерелевантно, я его даже не буду озвучивать, а вот ваше с удовольствием почитаю в комментах, кто же все-таки сильнее, пиковый Кассилис или пиковый Куртуа. Теперь переносимся в лето 2014 года. После поражения в финале Лиги Чемпионов Тибо полетел в Лондон, потому что принадлежал Челсе, там несколько часов общался с Муринью, они высказали друг другу все в глаза, все претензии, пожали руки, и дальше по сезону Тибо Куртуа постепенно сместил из основы, вот просто убрал из основы постаревшего Петра Чеха. Это было логично, но достаточно болезненно для тех, кто помнил молодого Чеха. И все-таки Тибо Куртуа было очень некомфортно в Англии. После первых туров, сезона 2014-2015, когда он уже подписал новый пятилетний контракт с Челсе, он подошел к директору Челсе и сказал, пустите меня в ближайшее окно обратно в Испанию, пожалуйста, мне там нравилось больше, мне там было комфортнее, а здесь как-то все не так. Ну, Челсе такой, может быть, отпустим, но Атлетика уже подписал Яна Облако и не нужен им был совершенно Тибо Куртуа, а у мадридского Реала Челсе попросил 100 миллионов евро, там решили, что за вратаря это слишком жирно. Слово за слово, Куртуа остался в Челсе, правда, вот в сезоне 15-16 случился трагический спад Жезе Муринь, он поплыл, его уволили, дальше несколько веселых месяцев с Гусом Хитингом, а потом пришел Антонио Конте, привел с собой нового тренера вратарей и позволил Куртуа, из-за того, что уже не было Лиги Чемпионов, летать в середине недели в Испанию, где у него была гражданская жена, где у него был ребенок, и Тибо Куртуа наслаждался тем сезоном, потому что сыграл выходные, потренировался, восстановился, слетал к своим родным, вернулся и дальше снова готовился к матчу. Конте на это смотрел сквозь пальцы, реально позволял Куртуа вот такие вольности, и на игре Куртуа это не сказывалось, и он ездил в Мадрид, и потом вспоминал, что вот он проезжал мимо тренировочной базы Реала, и думал, вот бы мне когда-нибудь здесь тоже оказаться. Правда, вот незадача. Сезон 16-17, Челси выиграл, взял золото АПЛ, и вернулся в Лигу Чемпионов. И вояжей в Испанию стало гораздо меньше, прямо радикально, плюс Куртуа расстался с той девушкой, дети в Испании, он в Англии, он очень сильно скучает, он хандрит, ему тяжело, все это было довольно грустно. Тут мы все-таки отвлечемся от личной жизни Куртуа, и посмотрим, чего он добился, и как вообще смотрелся на Стэнфорд Бридж. Четыре сезона, две победы в ИПЛ, выигран Кубок Англии, Кубок Лиги, Супер Кубок Англии выиграть не удалось, потому что в 17-м году Тибо Куртуа пошел бить пенальти Арсеналу, и куда-то в космос зарядил. Есть ролики на Ютубе, конечно, как мяч вылетает за пределы вообще планеты, за пределы солнечной системы, неизвестно куда, там очень смачный был удар, практически в стиле Камила Чентафальски. Но, несмотря на все эти внутренние победы, в Англии все важное Куртуа выиграл, ни разу он с Челси не продвинулся дальше 1-8 финала Лиги Чемпионов, и он не котировался, играя за Лондонский клуб, как лучший вратарь мира. Это просто не обсуждалось. Да, он был в топе, его бы перечисляли, конечно, топ-10, да, но Тибо Куртуа там. Топ-7, ну возможно он там, но не топ-1, зато во всех интервью Куртуа говорил, я лучше, я считаю себя лучшим, я в полном порядке, ну и так далее. И хотелось снять с его головушки корону. Тем более, у него были явные минусы, например, он не всегда контролировал ближний угол, стремился закрыть все ворота, ему пуляли под штангу, и он не успевал сложиться, не успевал достать, ага, вратарский гол. Голы между ног это вообще визитная карточка. Куртуа, Вадим Лукомский даже писал исследование, что есть так называемый X-блок, им пользуется Куртуа, чтобы перекрыть как можно больше пространства, но все равно слишком много мячей влетало ему в домик от Лео Месси, и не только от этого гения. То есть, можно найти, опять же, подборки, как Куртуа пропускает в очко. Дальше, еще какие минусы? Расконцентрация, конечно же, фейлы Куртуа. Он уже думает, как будет вводить мячик в игру, внезапно тот падает ему между ног, и, например, или нападающий соперника его подхватывает и забивает в пустые. Регулярно Куртуа расслаблялся, потому что его уверенность перерастала в самоуверенность. К сожалению, уход из Челси получился таким же некрасивым, как и из Генка, потому что в какой-то момент Тибо Куртуа начал жужжать просто на базе. Я болею за Реал, я когда-нибудь туда попаду. Параллельно Эден Азар, кореш по сборной Бельгии, капал на мозг, говорил, мадридский Реал я называю Белым Замком. Это будет вершина моей карьеры. Не совсем так получилось, ссылочка на вечный про Азар в описании, но Куртуа проникался постоянно этой идеей оказаться в Мадриде. Ну и логично, что в марте 18-го года была встреча Марина Грановская и Тибо Куртуа. Тибо честно сказал, я все-таки хотел бы дождаться звонка от Флорентина Переса и у меня есть информация, что звонок поступит. Марина ему сообщила, мы для тебя готовим новый контракт, цифры такие-то, изучи. Тибо посмотрел, цифры неплохие, дальше чемпионат мира в России, там Куртуа лучший вратарь и после матча за третье место был стрим от Ромелу Лукаку и Лукаку спросил, ну че Тибо, какие теперь планы? И Куртуа такой, вернусь в Челси, какие еще могут быть планы? Правда, он вернулся, ему дали тот же контракт с той же суммой и он такой, ха, после того, что я сотворил на чемпионате мира, это не серьезное предложение, это не те деньги, на которые я рассчитываю и вообще я уже собираюсь в Мадрид. Удивительнее всего, что акулы этого бизнеса, Марина Грановская и опытный коуч Маурицио Сари до Талова верили, что они сейчас переубедят Куртуа, что он останется, что есть еще какие-то шансы на это, но Куртуа по старой памяти, по старой традиции решил, а зачем ходить на тренировки, если я уже не собираюсь играть за эту команду? И получал штраф, 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 двухнедельный штраф, там уже очень приличная сумма набралась, но его это вообще не колыхало, потому что он уже договаривался вовсю с Мадридом и Челси пришлось принять предложение Реала всего лишь за 35 миллионов евро. Тибо Куртуа отправился к Лорентино Пересу при рыночной стоимости 65 миллионов евро, но оставался год до истечения контракта и Тибо тихонечко, ну как тихонечко, резонанс, он все-таки свинтил на Бернабеллу. Удивительнее всего, что на все претензии, например, до болельщиков Челси, типа Тибо, как же так, почему так неблагодарно поступил по отношению к клубу, что так кинул команду, да как ты мог? Куртуа отвечал «Я еду в Испанию не ради Реала, а ради своих детей, чтобы почаще их видеть». Эта стратегия вообще не сработала, его сразу назвали змеей. Друзья, потрачу буквально несколько секунд вашего времени. Если вам вдруг нравится этот ролик, загляните в описание, там есть еще много видосов такого формата. Две части про Криштиану Роналду, есть видео про бразильца Роналда, есть ролик про Александра Киржакова, есть, например, крах Поля Пагба, есть падение Дели Али, много таких видео, ссылок полно, около 20. И еще есть ссылочка на мой Телеграм-канал, подписывайтесь обязательно, там мы обсуждаем как европейский, так и российский футбол, очень уютный и доброжелательный чат, очень много продвинутой статистики, есть мои авторские колонки, и я стараюсь, чтобы мой Телеграм-канал был душевным, так что переходите по ссылочке из описания. А теперь дальше смотрим про Тибо Куртуа. На презентации в Реале Тибо совершил медийное самоубийство, потому что назвал Реал лучшим клубом мира, сказал, что сбылась его мечта и поцеловал эмблему. До этого никаких эмблем не целовал, и на него сразу же ополчились и болельщики Атлетика, Тибо, как ты мог, это же наши враги, и болельщики Челси, которые выслушали всю эту Телегу про детей, и тут увидели, насколько он сияет, насколько он счастлив, и когда Тибо Куртуа опубликовал прощальное письмо в соцсетях Челси, его пришлось удалять из-за негативных комментариев, потому что слово «змея» там появлялось постоянно, каждую секунду. Но обиднее всего, что болельщики Реала тоже не сразу приняли Куртуа, несмотря на все его пафосные речи. Во-первых, болельщиков раздражало то, как поступили с Кейлором Навесом. Вот скромный трудяга из Коста-Рики три лиги чемпионов подряд выиграл с Реалом, а ему купили молодого, звездного, дорогого по вратарским меркам конкурента. Ну, понятно, дело Кейлора задвинут, и был такой протест. Во-вторых, болельщики припомнили, что после чемпионства Атлетика в 2014 году что скандировал Тибо Куртуа? «Прыгай, прыгай, маленький кенгуру!» У него было прозвище «Кенгуру!» «Прыгай, прыгай, маленький кенгуру!» «А фанаты Реала пусть идут нахер!» Когда история с этой кричалкой всплыла, Тибо извинился, но его продолжали гасить за каждый ля, предлагали купить сеточку, чтобы между ног прикреплять, чтобы он не пропускал в очко, но все равно Куртуа не жаловался. Он не плакал, не хныкал, не говорил, ну почему вы так со мной жестоко обращаетесь? Наоборот, он говорил, если хочешь быть вратарем Мадрида, ты должен принимать это давление. Уроки Икера Кассириаса. Правда, вместо Тибо поднывал его отец, который видел, что их чередуют с Кейлером Навасом, и говорил в интервью, что, ох, как же сейчас Тибо нелегко. Вот Чех сразу уступил место в воротах, а Кейлор зачем-то конкурирует, да как он может, он должен смириться, что теперь вот он, по сути, второй вратарь, а он вот так вот агрессивно требует, чтобы его тоже ставили. В общем, батя заступился за сына, смотрелось это неловко, некрасиво и неизящно. Вскоре семейство Куртуа все-таки добилось своей цели. В 19-м году Кейлора Наваса продали в Пари Сан-Жермен, и вот, вроде бы, начинается счастливая, роскошная, вольготная жизнь. Куртуа однозначно первый номер, но Лига Чемпионов 19-20, матч против Брюги, ну какой-то Брюги, что там вообще сделает этот Брюги? Три удара в первом тайме, два пропущенных гола, очень неуверенная игра от Тибо, замена в перерыве, и появляются слухи, что у него ментальные проблемы, чуть ли не панические атаки, пришлось давать опровержение, и сам Куртуа потом говорил, да у меня просто еще в день матча были проблемы с желудком, и я себя очень плохо чувствовал, болел живот, я был не в своей тарелке, ничего не связано с душевными травмами, но я тогда написал на Евроспорте колонку, что раз Куртуа можно прощаться, он не вывезет, он не тянет на роль первого номера Реала. Как же я ошибался? Удивительнее всего, насколько быстро восстановился Куртуа, и той же осенью 19-го года сам пошел в атаку. Он начал говорить, я все еще считаю себя одним из лучших вратарей мира, хотя испанские медиа и мечтают убить меня. То есть он сам начал гасить журналистов, а потом уже позже признавался, что для него решающим матчем, который все изменил, все перевернул, был выезд в Турцию, Галатасарая, там Куртуа не пропустил, была такая непростая победа Реала 1-0, и он осознал, что он наконец-то раскрепостился, что он готов тащить за эту команду. Теперь извините немного личного. Вот как я относился Куртуа до его трансфера в Мадридский Реал. Когда он был в Атлетико, я видел, что он перспективный, но периодически он выключался. То есть Атлетико сыпался, и Куртуа такой, да ладно, можно заниматься какой-то хренью, можно терять концентрацию. В Челсе он херовенько играл ногами, периодически выбивал просто на соперника, и потом начиналась паника, он стремился исправить свои ошибки. Дальше был чемпионат мира 2018 года, когда уже такая волна слухов, что Куртуа вот-вот окажется в Реале. Я сходил вживую, посмотрел матч за третье место, Англия-Бельгия, и там меня Куртуа, конечно, впечатлил. И своими размерами Селихов здоровый парень, а Куртуа, он вообще гигантский. Вот я с расстоянием несколько десятков метров тоже наблюдал за Куртуа, но это реально такой великан, такой как будто мутант, акселерат. И он командовал защитой, он тащил, он складывался. Я подумал, он классный вратарь, по-любому, действительно, один из лучших в мире, возможно, лучший в мире, но с Кейлером Навасом как-то несправедливо обходится. То есть, если бы меня спросили, берем сейчас Куртуа в Реал или нет, я бы ответил, никаких вообще предъяв Куртуа, великолепный вратарь, но Кейлор заслужил, давайте его оставим. И все-таки Куртуа подписали, и сначала я так вот думал, вот бы у него не получилось, вот бы Кейлор Навас продолжал играть, мне не нравилась самоуверенность Куртуа к тому же, но постепенно, постепенно я смотрел, как играет Куртуа, я смотрел, как он осваивается, и в сезоне 2021 я окончательно его принял, когда увидел просто тучу сейвов, и еще было много интервью, где он говорил, это моя мечта, я вот сейчас в клубе своей мечты, я готов отдаваться за Реал, я хочу завершить здесь карьеру, конечно, это тоже подкупает. Но в 2020 году появилась мерзкая статистика, выяснилось, что со времен финала Лиги Чемпионов, того самого, с Атлетикой, в 2014 году, Куртуа не преодолевал планку, вот эту стадию, 1-8 финала Лиги Чемпионов, он вылетал с Челси, потом он вылетал с Реалом, от Аякса, от Мансити, я подумал, о, да у нас новое проклятие, Буфон не может выиграть Лигу Чемпионов, а Куртуа теперь не может даже в четвертьфинал попасть, но это тоже оказалось полной лажей, уже в сезоне 20-21, Реал и Куртуа рубились в полуфинале против Челси, правда, результат был грустным. Зато в сезоне ЛЧ, 21-22, особенно в плу-офф, вы помните, как Куртуа выкрутил все настройки на максимум, пропускал немало, но там были ситуации, скорее, безнадежные, хотя он пропустил от ПСЖ между ног, но, например, отбил пенальти от Месси и потом давал интервью, говорил, я вычислил, куда он будет бить, я изучаю его удары, чтобы Лео в следующий раз тоже нервничал, если вдруг будет бить пенальти ворота Куртуа, ну а в финале вообще Куртуа стал главным героем против Ливерпуля, 9 сейвов, рекорд финала в Лиге Чемпионов, и потом игроки Мадрида признавались, что перед матчем Тибо Куртуа говорил, парни, все будет окей, ремонтада, камбэк не понадобится, я сегодня пропускать не намерен, и, например, Мохаммед Саллах убедился, сам, своими руками, ногами, головой, глазами, он убедился, что Куртуа в тот вечер было не пробить. Вот так в мае 2022 года сбылась самая заветная мечта Тибо Куртуа, выиграть Лигу Чемпионов с Мадридским Реалом, и сразу же появились мемы, например, что если бы за Реал играл один Куртуа, а Ливерпуль был в полном составе, наверное, им удалось бы скатать нулевую ничейку, а если бы в 90-е телохранителем Тупака Шакура был Тибо Куртуа, то в 2022 году Тупак отметил бы 51-летие. И тут после всего сахара, после всех комплиментов мы переходим к гадкому. За что люди не любят Тибо Куртуа? Например, за то, что он хочет играть вообще всегда. Для него нет непринципиальных соперников, для него нет неважных, непрестижных соперников. Вот есть чемпионат, есть кубок, от звонка до звонка Тибо Куртуа должен быть в раме, его вообще не волнует. То же самое и в сборной. Он там конкретно наехал на Меньеле, сломал ему психику, типа, что это за неуважение. Тренер ставит первым меня, а он себе позволяет говорить, что он может быть заслуживает это место. Да это же просто абсурд. И Меньеле такой, ну, 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 все, как бы смирился, что он второй. Кейлора Навеса тоже выдворил из Реала Тибо Куртуа. И в целом, когда скауты, когда спортивный директор Реала кого-то присматривали, ну, как сменщика Куртуа, все-таки нужно иметь кого-то в резерве, там всегда было условие, чтобы человек не особо лез в ворота, чтобы он был просто таким подстраховщиком, как вот, например, Лунин. Да, Лунин уже засиделся, но никогда при Куртуа не искали вратаря, который бы составил ему конкуренцию, потому что Тибо не нужна эта конкуренция. Дальше у нас хрестоматийная история с Кевином де Брюйня. Как она звучит в попсовом варианте? Тибо Куртуа, как последняя сволочь, увел девушку у Кевина де Брюйна. Как все на самом деле, девушка узнала, что Кевин де Брюйня ей, возможно, изменил, решила ему отомстить, провела ночь с Тибо Куртуа и потом сообщила, что за эту ночь она испытала больше, чем с Кевином за три года, то есть какая-то обиженная леди растрепала все. Кевин де Брюйна сначала был в шоке, не мог поверить, как же так, они же с Тибо общались. Тренер сборной Бельгии даже предлагал не вызывать больше Куртуа, но Кевин сказал, не-не-не, к футболу-то не имеет отношения. Постепенно у них нормализовались отношения с Тибо Куртуа, у Кевина и Тибо, я имею в виду. Сам Тибо расстался с этой дамой, ну и все было почти что окей. Правда, на чемпионате мира в Катаре Кевин де Брюйня, что сказал, вот его цитата разлетелась, ой, мы аутсайдеры этого чемпионата мира, мы слишком старые, мы не претендуем на победу. Ну и Куртуа такой, а ничего, что мадридский Реал, вот с такой вот серединой поля, где есть Модрич, где есть Кросс, где есть другие более-менее возрастные футболисты, взял и выиграл Лигу чемпионов. Так что возраст не оправдание, но по итогу Кевин де Брюйня оказался прав, Бельгия обосралась в Катаре и Тибо Куртуа тоже там пустил пеночку. Дальше, еще одна предъява к Тибо Куртуа. Он очень любит провоцировать особенно болельщиков Атлетика Мадрид. Например, перед финалом против Ливерпуля он вспоминал 14-й год и говорил, ну тогда мы проиграли, но сейчас-то я на светлой стороне силы и, естественно, это задело болельщиков Атлетика. Потом Реал выиграл финал Лиги чемпионов, Тибо набил себе татуху, свои инициалы и Кубок чемпионов. Вот такая нескромная татуировка. И когда его оскорбляли болельщики Атлетика, он показал им этот кубочек вот так вот, типа облизывайтесь, завидуйте, у вас-то такого нет. И, конечно, там была просто ярость с трибун. Вообще, за огромное эго Куртуа прилетает регулярно. Например, в 22-м году он возмущался, почему вратарям не дают золотые мячи. Он так и говорил, я выиграл Реалу Лигу чемпионов, и я не получу золотой мяч. Ну, было всем понятно, что золотой мяч выиграет Карим Бензима, который на всех стадиях, ну, кроме, может быть, финала, смотрелся очень ярко, забивало какое-то бесчисленное количество голов. Но Тибо Куртуа все равно качал права, типа дайте мне мой золотой мячик. Ну, естественно, не получил его. Или вот ситуация летом 23-го года в сборной Бельгии. Пришел Доменико Тедеско и дал капитанскую повязку не Тибо Куртуа, а Ромелу Лукаку. Куртуа психанул, уехал из сборной, потом сказал, да у меня была травма, это уже никого не волновало, потому что даже его партнеры, которые знают его много лет, все равно сказали, Тибо, ты не прав, так нельзя. Ну, а Доменико Тедеско, наверное, вообще охренел. И все же после минусов надо проговорить и плюсы. Чем по футбольному крут Куртуа? Я удивился, когда узнал, что он сам готовит себе вратарские перчатки, он стирает их по особой технологии, там, определенное количество минут, определенная температура. Потом он их особым образом сушит, то есть он не сушит их до конца, он в чуть влажных перчатках выходит даже на тренировки. И, естественно, это вызывает уважение, потому что обычно галкиперы дают просто экипировщику свои перчатки, сделать с ними что-нибудь, а Тибо за ними следит. И если он провел какой-то успешный матч, много надбивал, у него есть суеверие. Он в этих перчатках старается играть как можно дольше. Во-вторых, Куртуа изучает всех нападающих, из всех команд, неважно, это Лига Чемпионов или подвал Ла Лиги, или вообще Кубок Испании. Он требует досье, чтобы знать, вот здесь сильная нога такая, этот может замкнуть головой, этот на стандартах опасен. И еще Куртуа изучает даже игроков атаки из Реала. И по легенде Анчелотти просил Тибо, чтобы тот иногда хотя бы на тренировках пропускал, чтобы нападающие не чувствовали какую-то дизмораль, чтобы они не ощущали себя беспомощными. В-третьих, Куртуа ищет особого контакта с тренерами вратарей. Он их прямым текстом просит, чтобы те выделяли его слабые места. Ага, трусливо играешь на выходах. Так было у молодого Куртуа, он не всегда дотягивался до мяча или выходил, а потом шел обратно, ему эту деталь прокачали. Или допустим, ой, что-то я пропустил много пенальти подряд. Давайте что-нибудь с этим сделаем, давайте какую-нибудь новую стратегию попробуем. И у него в один момент была статистика 5 отбитых из 9 или 3 отбитых пенальти подряд. Что еще? Ага, слабо отбивает ногами из ближнего угла. Вот такие-то упражнения дайте мне, пожалуйста. И все это наедине с тренером вратарей, чтобы в команде особо не знали, что вот он где-то в себя не верит, где он, например, находит свои недостатки. Но он понимает прекрасно, что вот есть коуч, и коуч подмечает, коуча надо слушать и самосовершенствоваться. Ну и в-четвертых, у Куртуа очень спортивный характер. Он помимо футбола интересуется теннисом, Формулы-1, баскетболом. Он помешан на соперничестве. Он изучает какие-то психологические трюки, психологические моменты из других видов спорта. И я бы его назвал вот таким Криштиану Роналду среди вратарей, потому что он считает себя лучшим, он помешан на победах, и он вообще не допускает, что кто-то может быть в чем-то круче него. Под конец этого видоса возникает очень резонный вопрос. А умеет ли этот мегакарьерист, помешанный на рекордах, на титулах, на достижениях, на каких-то личных наградах, умеет ли он быть милым? Да, умеет. Я нашел два доказательства. Первое. Когда был коронавирус, Мадридский Реал сказал, блин, у нас сейчас тяжелые времена с точки зрения финансов, было бы неплохо срезать зарплаты. Вот на такое-то количество процентов. И Тибо Куртуа вообще без раздумий, без торга сразу все подписал, сказал, главное, чтобы клубу было хорошо. Заканчивается коронавирус, Мадридский Реал предлагает новый контракт, и Куртуа не потребовал, чтобы ему как-то радикально увеличивали зарплату. Он сказал, я понимаю, что сейчас отголоски коронавируса, что еще не суперстабильно финансовое положение, давайте, когда все стабилизируется, мы, может быть, еще раз обсудим, а пока что я готов получать как раньше. И вторая история, она меня вообще покорила. Помните, в 21-м году Серхио Агуэра завершил карьеру из-за того, что у него были проблемы с сердцем, и Тибо Куртуа выложил в соцсети гол Агуэра в свои ворота. Это был последний гол Агуэра за Барсу, Вальклассика, последний гол в карьере. И Куртуа подписал, что для него честь, что вот такой мастер последний мяч забил именно в его ворота. Обычно вратари ненавидят форвардов, тех, кто им забивает, тех, кто портит им настроение. Но здесь просто максимум почестей Куртуа выделил для великого нападающего Серхио Агуэра. Друзья, мы постепенно закругляемся, и вот финальный штрих. Совсем недавно журнал 4-4-2 выкатил список лучших вратарей в 21-м веке. Топ-10 у вас на экране. И что вы думаете, когда я выложил этот список к себе в Телеграм-канал, даже нейтральные болельщики, даже хейтеры мадридского Реала признали, что там не хватает Тибо Куртуа. То есть вопрос, а где Тибо, самый частый. И это, мне кажется, очень характерно. То есть его вратарские заслуги признают, как мне кажется, вообще все любители футбола. Ну а теперь совсем уж по скриптам. Сейчас, когда вы смотрите этот ролик, скорее всего, Тибо Куртуа интенсивно занимается, чтобы поскорее вернуться в ворота, поскорее восстановиться. Ну а я сделаю небольшой анонс. Знаете, 10 лет назад другой голкипер, причем элитный голкипер, получил ту же травму. Разрыв крестов. Я говорю про Виктора Вальдеса из Барселоны. Он после этой травмы так и не восстановился, так и не вышел на прежний уровень. Надеюсь, с Куртуа такого не произойдет. Ну а Вальдеса принято считать чуваком, которому просто повезло налутать трофеев с той Барселоной, великой Барселоной. Потом он сломался, ничего больше не показал. Ну и вот средненький голкипер, который толком ничего не умел. Это несправедливо. Вальдес недооценен в моей жизни даже. Он сыграл определенную роль. Поэтому, если ролик про Куртуа соберет 5000 лайков, я сразу откладываю все дела и сажусь делать вечный видос про Виктора Вальдеса. А то совсем забыт этот персонаж. И это, конечно, нечестно. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик. С вами был Павел Городницкий. Чао! Продолжение следует...